Двусуставные мышцы пересекают два сустава. Это означает, что они могут сокращаться в относительно большом диапазоне, вызывая движение в двух суставах. Когда мышца слегка удлинена, она обладает высокой способностью к напряжению и может тянуть с большой силой. Но при полном ее укорочении в конце диапазона движения она входит в состояние, называемое активная недостаточность. Это состояние проявляется в неспособности двусуставной мышцы к дальнейшему сокращению и, как следствие, потерю возможности производить достаточное напряжение. Сила мышцы напрямую зависит от ее длины. При длине 80-120% от длины состояния покоя она способна развивать максимальную силу. Значительное же ее сокращение снижает выходную мощность. Когда мышца удлиняется, ее способность проявлять силу увеличивается. Но чем короче она становится, тем меньше может проявлять тяговое усилие. Например, при сгибании в тазобедренном суставе с прямыми коленями мышцы задней части бедра сильно удлинены. Разгибание бедра укорачивает их до оптимальных 80-120% от длины состояния покоя. Когда же происходит еще и сгибание колена, мышцы задней части бедра укорачиваются еще больше и в этом положении начинают терять в производимой силе. Именно поэтому последняя часть амплитуды движения становится очень тяжелой для выполнения. Потерю силы в конце амплитуды хорошо видно на данном графике зависимости силы мышцы от ее длины. Рассмотрим еще один пример. Подъем на носки силе. Икроножная мышца является двусуставной. Она пересекает колены и голеностопные суставы. При подъеме на носок с прямым коленом она укорачивается не полностью, а только для того, чтобы выполнить своим усилием сгибание стопы. Если же наоборот, голеностопный сустав разогнут, а колено согнуто, икроножная мышца по-прежнему имеет оптимальную длину. То есть при движении или только в коленном, или только в голеностопном суставе эта мышца полностью не укорачивается. Но если с согнутым коленом сгибать стопу, икроножная мышца максимально укорачивается и переходит в состояние активной недостаточности. В этом случае более глубокая комбаловидная мышца, которая является односуставной, сильнее вовлекается в работу и за счет своей активности компенсирует потерю силы икроножной мышцы. Именно из-за этой особенности двусуставных мышц и из-за того, что они могут быть более или менее активны при разных углах сгибания суставов, и существует такое множество вариантов выполнения силовых упражнений. И каждый из вариантов преследует цель проработать одни и те же мышцы под разными углами для смещения акцентов с одних мышц и отдельных пучков на другие. Хочется напомнить, что двусуставные мышцы это не только мышцы задней части бедра и голени, но и прямая широкая мышца бедра и двуглавая мышца плеча, длинная головка трицепса и другие. Если вам был полезен этот ролик, напишите пожалуйста об этом в комментариях.